Не назвали, на самом деле, я к чему спросил? К тому, что меня очень удивило ваше интервью относительно работы в проекте «Один в один» относительно Стаса Михайлова, потому что это тот исполнитель, над которым хорошим тоном, ну, в том, что называется, тусовке, в тусовке вот хорошим тоном так потрунивать и, в общем, как бы говорить о нём так снисходительно. Меня очень удивил Валера Сюткин, который недавно был у меня рассказать, который для себя открыл на дне рождения вот с очень неожиданной стороны. И вы тоже сказали, что когда вы начали работать над погружением в образ, вы на самом деле увидели какие-то пласты, которые с первого взгляда вам, как музыканту, не были видны. Да, абсолютно нет. А что меня удивило, что вы так и не решились позвонить, товарищу Михайлову, и спросить у него, что-то вот сказать, что я вот работаю над образом. Отчего так? Вы производите впечатление такого достаточно очень уверенного в себе исполнителя? Вы знаете, ну, во-первых, мы с ним не знакомы. Ну, а ведь понятно, что он про вас знает так же, как вы про него. Я об этом ничего не знаю. Ой, ну, я умоляю, что человек вообще не смотрит телевизор. Вы знаете, я сталкивался с огромным количеством музыкантов. Часто я разочаровывался, потому что, восхищаясь музыкантом, мне казалось, что персона, личность, она интересная, глубокая и позитивная, коммуникабельная, сеющая добро определенно. Я не про Стаса Михайлович. Но сблизившись, бывало разочарование, и я понимал, что лучше на расстоянии любить человека, нежели чем узнавая разочароваться. Ведь это моё представление о человеке. Не виноват человек в этом, что я его идеализирую, да, грубо говоря? Такая же ситуация с женщинами. И я не считаю, что я должен был так же это делать и каждому звонить. Алло, это Джастин Тимберлейк, я не могу подъехать на Мосфильм. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. 24.